Ну так, стол помыт. Сейчас принесу и начну. Это вот такая вот инвекционная плитка. У неё максимальная мощность, по-моему, 1200. Ну, это вот то, что надо. Этим мы будем, собственно, греть наш куб. А это, правда, не собранная наша адская машинка. Никелированный бак на 10 литров. Планец такой на хорошей толстой тефлоновой прокладке. Вот он сюда встаёт. Голова с температурой, с термометром. Небольшой сухопарничек. И холодильник обратного хода. Вот сюда я ещё поставил выпускной кран, чтобы вводить отсюда скопившуюся жидкость. Ну, шланги. Понятно. Сейчас мы это всё соберём и принесём брагу. Вот наша брага. Сколько тут? 25 литров браги. Она уже не булькать. Ещё одна такая бочка. Попробуем сегодня перегнать как можно больше. По крайней мере, первой перегонки. Вот оборудование, необходимое для этого дела. Вот такая вот ручная помпа. Винная. Она с такой крышкой, которая хорошо встаёт вот в эту большую бутылку. И вот небольшой лайфхак. Есть карандаши для писания на стекле. Ими хорошо на бочках, на бутылках, невозможно отмечать, один раз померяя, отметить шкалы. Вот здесь вот 9 литров. Это столько, сколько влезает в куб. Да, чтобы оставался ещё литр на запас, поэтому он здесь отмечен. Она не стирается, очень хорошо держится и удобна к использованию. Для начала измерим исходные параметры нашей браги. Вот нам для этого понадобится вот такая вот мензурочка. Уделение в ней не важно, а важна в ней высота, потому что измерительный прибор, вот он такой, он тоже довольно высокий. Поэтому и банка должна быть высокая. Значит, аккуратно опускаем его туда, стараясь не касаться стенок. Немножко выливается. И читаем показания. Вот он у нас на жёлтеньком. Это у нас 5%. Вот, да. Это чего? Это алкоголь. Наша задача, конечно, выгнать из него всё. Вот здесь хорошо видно сейчас, при таком освещении, хорошо видно шкалу. Вот в наш куб влезает 9 литров. Вот у нас здесь шкала есть 3, 6 и 9. Вот отсюда налил, туда вылил. Очень удобно. Причём, выливать через бутылку гораздо удобнее, потому что куб таскать отсюда не сподручно как-то. Ну вот, адская машинка в сборе. Значит, опять печка инверторная, куб, планец, термометр. Это у нас здесь холодильничек стоит, а перед ним бобулятор, то что называется. И ещё вот такая штука. Это называется петушок. Это для того, чтобы автоматически, постоянно мерить спиртуозность выхода. Сюда спирт попадает, он попадает здесь снизу вверх, а здесь вот переливное отверстие. А здесь плавает маленький спиртометр, и ты всегда можно видеть, какой процесс идёт. И получается непрерывный процесс, не надо его регулировать или что-то. Выход смотрим по струе и, соответственно, с этим. Знаем, когда кончаются головы, когда начинаются хвосты. По спиртометру знаем, когда начинаются хвосты. Головы отсекаем. Здесь у нас 10 литров, значит, отсекаем. Ну, я отсекаю 200 мл первых. Хотя по калькулятору можно отсечь и 150 мл. 100, но я беру больше. Сейчас охлаждение трубки. Обычная трубка, наконец, к которой прицепляется шланг поливальный. И всё. Ну вот сейчас подключим, включим. И подождём, пока начнёт капать. Ещё парочку лайфхаков. Вот здесь на конце петуха приварена тяжёлая гайка. Таким образом, его не надо класть, и он не будет падать или что. А вот так его поставили на стол, и он стоит. Второй лайфхак. Это вот эта проволока. Вот она тут приделана к решётке. Дело в том, что когда вода в кубе уходит, а здесь в баке есть, наверное, литр-полтора воды, плюс ещё здесь вода, здесь тяжелее. И она, видите, как стоит? Она может опрокинуться. И она, собственно, опрокидывается. А это для этого и существует, чтобы поддерживать в случае опрокидывания куба. Плюс ко всему, когда меняешь воду в кубе, брагу в кубе, достаточно здесь открутить, и она будет висеть на этой проволоке. Вся вот эта вот верхняя часть будет висеть на вот этой проволоке, и не будет никуда падать. И не надо её никуда класть, не надо места. Места у меня тут и так мало. Ну, вот мы подключили воду. Сейчас сделаем её поменьше. И будем ждать результатов. У нас есть пока что сейчас на термометре 20 градусов, 23 градуса. То есть есть ещё время. Вот пошли капать головы. Пошли капать головы. Машинка начала работать. Температура у нас 85. На самой большой скорости, это первая перегонка, так что на самой большой скорости отбираем головы. Уменьшим чуть-чуть потом температуру, и будем отбирать уже тело. Вот так. Это головы. Как я говорил, 200 миллилитров. Вот головы отобрали. Уменьшаем температуру до 1600. Температура у нас сейчас 86. Стоит петух. Стоит воронка для сбора. Кстати, обращаю ваше внимание, спирт нигде не соприкасается ни с чем, кроме нержавейки, вот здесь в трубе, меди и тефлона. То есть нигде никакого пластика, никакой резины, никаких вещей, которые могут реагировать со спиртом. А внутри этой штуки стоит спиртометр, вот такой вот маленький, очень симпатичненький. И вот там началась набираться уже жидкость, и скоро начнёт капать. Ну, гоним дальше. Так, вот, машинка на полном ходу. Работает, капает, этот градусник плавает. Да, покрутим его. Сейчас там у нас 50 градусов. Пробуем сделать зум, покрутим эту штуку, чтобы лучше давало показания, а то иногда залипает. Вот, чуть-чуть меньше, чем 50 градусов. Вот, будем догонять где-то до 30-ника. В принципе, очень удобная штука этот петушок. Такого непрерывного разлива можно регулировать, смотреть. Если есть возможность добавить в куб, например, сверху, или слить снизу, можно не разбирать систему при новом наполнении, но у меня этого нет. При добавке. А было бы неплохо. А, ну, продолжим процесс. Ну, вот что получилось. Сколько у нас здесь? Шесть. Сколько у нас здесь, наверное, где-то 7 литров спирта СРЦА. Сейчас померяем его процентный. Так. Как показывает нам спиртометр? Сколько у нас здесь 40 градусов. Не очень хороший результат. Потому что это была брага на обычных пищевых дрожжах. Можно лучше. Но попробуем в следующий раз. Благодарю за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...